Девушки отдыхают Той самой ниточкой, которая нас привела в эту семью, стало сочинение на портале «Родное село» Дандара Дагбаева, ученика 8 класса 29 гимназии. Наши родословные, по нашей фамилии Дагбаевых, по линии отца, вот сегодня мы знаем все 12 поколений, что для бурят считается очень важным. Но, конечно, это заслуга прежде всего моего отца Данзана Дагбаевича Дагбаева, который еще в советское время, в конце 60-х, в начале 70-х годов, начал заниматься этим делом. Тогда, когда еще мало кто этим занимался. Вот как пишет в своей книге Данзан Дагбаевич о родословной. Одна из высших ценностей нашего народа – знание того, кто мы есть, откуда мы произошли. Это знание и память хранит нас, дает нам силы и дух. Мы, буряты, должны знать свою родословную до 12 колен. Мне было 30 лет, когда я задумался об этом. Когда я ознакомился с людьми, старики всегда меня спрашивали, какого я роду? Данзан Дагбаевич скрупулезно изучал свою родословную. По крупицам, собирая информацию, нить его исследований привела в 16 век в Монголию. Оттуда берет свои истоки род Дагбаевых. Первоначально известное имя – Эльчир, род наш Оузен Галзут. Потом, в прошлые века, наш род, вероятно, кочевал. Он переходил через горы, через Алтайские горы. Насколько я понял, они перешли в Кудинскую долину Иркутской области. Потом они перешли на эту сторону Байкала. Исследование отца Эрдема Данзановича показывает, что в результате постоянных перемещений их предков они поселились в долине реки Ильки в 18 веке. И там же окончательно породнились с хори-бурятами. Вот это Кижендинская сторона, Заиграевская сторона, Хоринская сторона. И вот с того момента основателем вот этого конкретного рода считается Мархи. Вот это на схеме оттуда уже 9 поколений прошло. 9 поколений. Вот мой сын, это уже 9 поколений. А всего вот, ну, получается, мы знаем 12 поколений. Скажите, а какими источниками пользовался ваш отец? Откуда он вообще начинал? Прежде всего, вот то, что я мог видеть с малых лет, это, конечно, бесконечные беседы и разговоры со своими земляками, односельчанами. И вот сейчас просто вот поражаешься тому, как он вот неспешно любил вот заходить в гости. Они беседовали, его хорошо принимали, потому что он знал людей. Ну и как руководитель он имел, конечно, опыт общения. И поэтому, значит, он, вот то, что ему рассказывали, он обычно вот на бумажке, иногда на листочках, каких-то обрывках бумаг он рисовал схемы, записывал. И таких вот листочков сохранилось около сотни. Данзан Дагбаюч, выстроив нить, связывающую 12 поколений вверх по отцовской линии, не остановился на этом. Душа исследователя, историка, просила большего. И он изучил родословные по материнской линии, а также родословные своих односельчан. Это исследование и стало основой книги «История Улуса Тарбогатая». До конца своих дней, значит, он восстанавливал вот эти связи родственные, значит, рисовал схемы, делал записи. И в конечном итоге, нет, это даже было не конечный, только где-то промежуточный, вот в 2000-м, в 1998-м году была издана книга, значит, кирженгитской типографии «История Улуса Тарбогатая», «Парватэню тая тухэ», значит, в которой он практически описал родственные связи всех жителей своего родного села. На протяжении 50 лет Донзан Дагбаевич продолжал собирать истории и родственные связи. Этот колоссальный исследовательский труд осуществлялся между основной работой и домашними хлопотами. А главное, его труды по составлению родословной стали очень востребованы со временем. А потом, что оказалось, вот уже 20 лет назад уже многие из того поколения, ведь они уже умерли. И более молодое поколение, ведь получилось так, что многие-то и не знали ни своих предков, ни своих родственников. Иногда даже в одном селе они знали плохо, кто с кем, каким образом связан. И эта книга стала как бы настольной книгой. Потом многие просили, ну мы раздарили, естественно, многим. И они, значит, вот именно вот с целью, чтобы как бы посмотреть и проверить, да, вот эти сведения, вот они именно с этой целью интересовались. В книге «Тысячи мудрых шагов» Данзан Дагбаевич пишет. «Я составлял свои родословные на протяжении почти всей своей жизни. Схема родословной постепенно становилась разветвленной. Постарался составить родословные всех известных торбогатайцев, включая Чемита Циден Дамбаева, линию супруги. Позже мне показалось очень важным знание родословных других уважаемых мною людей. И что интересно, многие из них пересекались. Как, например, с родословной Цактоном Тоева. С интересом составлял родословные Вандана Юмсунова, Агвана Даржиева, М.Ч. Габжилама, Лудана Шагдарова и других известных людей. Буряты – как одна большая семья. Для чего необходимо знать родословное? Знание родословное имеет, на мой взгляд, принципиально важное значение именно с точки зрения формирования человека как личности. Знание своего рода имело значение и социальное, и экономическое, и духовное. Потому что знание своей родословной – это прежде всего знание о своих предках. Это линия, когда формируются общие ценности, общее понимание того, зачем мы живем, для чего мы живем. А когда ты знаешь, кто твои предки, как они жили, чему стремились, это, конечно же, помогает и твоему становлению. Ну, здесь речь идет, наверное, о самосознании человека. Как правильно мой дядя сказал, вопрос о становлении личности. Поэтому, мне кажется, это важно знать, кто ты, что ты, откуда, твое происхождение, чтобы в будущем понимать, как тебе жить дальше. Зная родословную, мы приобщаемся с культурой наших предков. На их опыте, на их истории мы можем избежать тех ошибок, которые впоследствии могут быть ими совершены. Мы также путем учимся у своих предков тому, как надо себя вести, к культуре бурярской, к культуре вообще поведения своего быта, своего мировоззрения и характера. Я вот так считаю. Раньше это все-таки было очень мудрое, когда связь поколения, она не прерывалась. И вот все основные ценности мировоззрения, как вот Абвес Халана говорит, они, конечно, передавались в семье. И от этого она была крепкая, и от этого, ну, в целом, и род был крепкий, и, соответственно, и страна. Ну, что делать сегодня? Немножко иное время. Но то, что сегодня молодые уже интересуются, да, это, я думаю, уже есть положительный знак. В своих воспоминаниях, будучи на пенсии, Данзан Дагбаевич пишет. По бурятским традициям мы являемся продолжателями рода отца, носим его фамилию. Поэтому почитание отца является первой заповедью любого бурята. Для нас это тот самый авторитетный человек, которому мы подражаем в жизни, берем за образец его дело, а в трудные моменты сверяемся с его мнением. На протяжении 64-х лет он искал своего отца, без вести погибшего в Великую Отечественную войну. Вот эту историю, как он его провожал на фронт, когда пришла повестка, отец собрался, он работал бригадиром в колхозе, зампредседатель колхоза. Когда он ушел, и односельчане его проводили, он его проводил на подводах до самой станции. Станции, это в Заиграевском районе, где он сел на узкоколейку. И вот этот момент, он его описал потом в своей книге, когда отец его отдал вот все, что связано, все, что дали ему в дорогу, провиант, мясо вареное, он ему отдал. И он сказал, ну ты теперь за старшего, значит, ты и просто сучил, и сам заскочил на вагон. Отец Донзана Дагбаевича погиб в тяжелых кровопролитных боях под Оржевом в марте 42-го года. Спустя 30 лет, в начале 70-х, он трижды побывал в тех местах, полностью восстановил картину фронтовых событий и нашел братскую могилу в селе Погорелки нынешней Тверской области. В течение недели он работал в архиве Министерства обороны в Подольске, позже написал несколько статей в фронтовые сборники и журналы. Он уже примерно знал эти места, и когда он поехал в Калининскую область, в Ржев, и там близлежащие вот эти деревни, где шли бои 351-го стрелковой дивизии Калининского фронта, вот он там списался, там его встретили через советы, в райкоме партии, значит, он встречался с людьми, восстанавливал, кроме тех документов, которыми он уже обладал, значит, он с живыми свидетелями встречался, с местными жителями. Ну и одна бабушка ему сказала, что ты, наверное, хороший сын, раз ищешь своего отца, погибшего здесь. Спустя 65 лет, за полгода до кончины Данзан-Дагбайвича, в апреле 2007 года поисковыми отрядами был найден медальон его отца. Поехать туда он уже не мог. Торжественное перезахоронение состоялось в Ржеве в августе 2006 года. Вот что пишет Данзан-Дагбайвич об этом событии. Мой сын Эрдем ездил в Ржев, привез оттуда фотографии, видеосъемку, в том числе и с того места, где нашли останки моего отца. Мне на душе стало намного легче. Я точно знаю, где погиб и похоронен мой отец. Я выполнил свой долг. Вот эта история, то, что он выяснил в боевой путь этой стрелковой дивизии, кто с ним воевал. Там воевали его земляки и из других восточно-сибирских территорий. Он с ними списывался. Кстати, сохранилась переписка Постников из Якутии, Галсанов, Домба, из Яравницкого района, ну и другие, с командиром части, которого проживал, Кацурин, который проживал в городе Киеве, ну и так далее. То есть он вел обширную переписку и, в общем-то, он об этой стрелковой дивизии мог очень много рассказать. Вот в этой книжке, которую издали в 2000 году в издательстве «Бурядунэн», ну, как мог, он и описал весь этот боевой путь. На протяжении 65 лет Донзан Дагбаевич искал своего отца и в течение 47 лет собирал родословные ветви своих односельчан. Трудно оценить большой вклад Донзан Дагбаевича в развитие социальной сферы, экономики, культуры, образования республики, в демократичность Совета народных депутатов. Он является организатором создания централизованной библиотечной сети Хоринского района, чей опыт перенимала главная библиотека страны имени Ленина. Донзан Дагбаевич – историк и краевед по призыванию души, являлся идейным вдохновителем и создателем Народного музея в Хоринске. При его поддержке организованы круглосуточные детские сады, летние трудовые лагеря, шефские связи предприятий и школ. Удивительно, как в человеке могут сочетаться высокие управленческие задатки, хозяйственность и творческий дар поэта и писателя. Он является автором широко известных стихов, переложенных на популярные песни имени Нютык Оузы Хорхонот и других, всего свыше десятка стихов и песен. ПЕСНЯ 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 Птихи этой песни были написаны в поезде, отдаляющем его от Малой Родины. Вот что пишет Дансан Дагбаевич о любви к ней. «Малая Родина для Бурята есть то сокровенное, что сопровождает его в течение всей жизни. Она зовет тебя. В соответствии с традиционным миросозерцанием человеческая жизнь идет по вечному кругу. Место, где он родился и место, где оканчивается его земная жизнь, замыкают этот круг. Я вернулся, правда, только на летнее время, в Тарбогатай. На исконную свою бусу, то есть родовое место. Построил дом и усадьбу, и там проживал в последние годы. Мне было комфортно. Мы возвращаемся туда, откуда вышли». Надо сказать, что детство-то мое прошло с дедушкой рядом. То есть я летний конюк, школьный, все время ездили мы в деревню, откуда дед родом. Тут только можно говорить, конечно, восторженными словами, потому что дед был очень сильным человеком по натуре, сильная личность. Знаете, ну, характер, конечно, очень твердый характер. И, знаете, вот часто к ним гости приходили, люди с абсолютно разных, скажем так, с райов, да, с разных уголков. Приходили и дед, им всем уделял внимание, со всеми разговаривал, со всеми находил язык общий. И каждому чем-то помочь, ну, где-то словом, где-то и делом. Так что дед, конечно, был очень отзывчивым человеком, помимо того, что очень сильным. Даже в преклонном возрасте он мог вести за собой людей, подобно Горьковскому Данка. «Что мог сделать я для своей малой родины? Возвеличить, воспеть ее и людей, родившихся на этой земле». Он написал книгу о своем друге и писателе Чемите Цадиндамбаеве. И вот фрагмент выступления Данзан Дагбаевича. «Минь юрин хумбыша. Не было просто хумбыша. Шиву Цадиндамбаеве намудым, вышенни внутрь, произведением молдым, швэхата, хойлкат, хун. Его все работы, все натурально, все это реально. Все то, что он видел. В бурятском языке же есть слово «сыхэ». Открытый, прямой, никогда не приукрашивает, что как есть. И в то же время он был очень коммуникабельный, вот это прямо удивительно. Он был очень щедрый, то есть мог поделиться вот всем, что у него есть, приветить любого. Вот это то, что вот бросался. И всегда был человек такой непраздного состояния. Вот есть же люди, просто полежу, посмотрю телевизор, да? Нет, у него вообще почти такого не было. Я поражалась, уже ему было за 70, он начал друг изучать старомонгольскую письменность. И вот этой вязью начал писать. Стал увлекаться вот буддистской религией, познавать ее, ну достаточно. Хотя и по роду своей, и в свое время он, конечно, был светским человеком, да? Наверное, вот такое очень доброе отношение к своим близким, желание всем помочь. Но в то же время он был, ну достаточно, как сказать-то, ну достаточно суровый в своих оценках, отношениях. И многие вещи, наверное, мы делали вот с позиции, как папа оценит, осудит, одобрит. Всех заслуг Данзана Дагбаевича трудно перечислить. Он был награжден и отмечен более 10 медалями и наградами. Орденом, знак почета, медалью за трудовое отличие. Кроме этого, ему присвоены почетные звания в разных сферах деятельности. Заслуженный юрист Бурятской АССР и заслуженный работник культуры Республики Бурятия. Трудовая и творческая деятельность талантливого человека, человека своей эпохи, также полна свершениями и личными победами, как и семейная жизнь. Вот что пишет о своей семье Данзан Дагбаевич. Семья, где радости и горести, одни на всех. Все, чего можно добиться в жизни, происходит только при поддержке семьи, разделяющей твои устремления. Моя супруга, Эрденеева Октябрина Ренчиновна, родилась и выросла в Кижинге. Всю свою жизнь отдала воспитанию подрастающего поколения. Она учитель. Рад, что удалось вырастить и воспитать достойных детей, дочь Ангельсину и сына Эрдема. Редактор субтитров А.Семкин